На информационном канале Севастополя новости в студии Наталья Двойцина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Так называется веселье? Ничего не жаль! Делаем все вместе! Погромче! Севастополь финишировал всероссийский автопробег «Экология». Интересные предметы, о которых мы уже забыли. Быт, ремесла и культура жителей разных регионов страны. В Севастополе открылся этнокультурный фестиваль народа России. Спектакль музыкальный, красочный. Используются разные системы кукол. В Белокаменном с гастролями Московский областной государственный театр кукол. Вчера вечером на главной площади города встретили участников автопробега «Экология». Главная цель акции – напомнить россиянам о том, как важно заботиться об окружающей среде. Более 45 машин за 4 дня преодолели путь из Москвы до Севастополя, заезжая в Воронеж, Ростов-на-Дону и Новороссийск. О том, как встречали столичных гостей в репортаже Арсения Ковалевского. Кирилл Евстафьев – работник Московского музея транспорта. Получив приглашение от своих друзей-экологов принять участие в автопробеге, не смог остаться в стороне. По его словам, машина, на которой путешествовали активисты – живое подтверждение того, как люди могут ответственно подходить к вопросам экологии в век прогресса и технологий. Машина Toyota Prius – это гибридная машина. У нее традиционный бензиновый двигатель, который работает в паре с генератором и аккумулятором, что позволяет здорово экономить топливо в дороге. Одна из целей этого пробега – привлечь внимание людей к проблемам экологии. Ну и одна из самых основных проблем – это загрязнение окружающей среды, загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей. Автомобили гибридные, тем более электрические, гораздо более экологичные. Они не загрязняют воздух в таких количествах, как традиционные двигатели внутреннего сгорания. В Севастополе Кирилл впервые. Говорит, приехал, чтобы познакомиться с городом русской славы и героической историей, которой славится Белокаменный. Севастополь – это символ России на юге. Такой знаковый город, исторический. Планирую посмотреть все самые интересные места, которые здесь есть. Автопробег «Экология» 6 лет проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Участие в нем принимают экологи, работники автоиндустрии и журналисты. У нас участвует 49 автомобилей, 150 участников. С нами едут журналисты, экологи, эксперты. И мы своим примером показываем, что основной источник загрязнения воздуха в городах, к сожалению, это автомобиль. И поэтому мы всех призываем покупать такие автомобили, как электрические, гибридные автомобили. Ну и полностью своим примером показывать то, что нашу природу можно сберечь. Встречали участников автопробега праздничным концертом. Севастопольцев и гостей города творческими номерами порадовали вокальные и танцевальные коллективы. Также специальным гостем вечера стал известный российский исполнитель Денис Майданов. Арсений Ковалевский, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. В Севастополе впервые проходит этнокультурный фестиваль народа России. Продлится он три дня. Горожан знакомят с ремеслами, промыслами и бытом жителей разных уголков страны. В программе мастер-классы по кузнечному гончарному делу, изготовлению кукол, ткачеству, росписи по дереву и керамике. Интерактивные зоны, а также выставка народного творчества расположены на площадке возле Дворца детского и юношеского творчества. С ремесленниками пообщалась Елена Карнаухова. Площадь возле Дворца детского и юношеского творчества пестрит яркими красками. Женские украшения, одежда, деревянные статуэтки, музыкальные инструменты, куклы. Десятки мастеров представили на фестивале свои работы. Каждый не только показывает, но и рассказывает о творчестве и национальных традициях. В уголке крымско-татарской культуры знакомясь с вышивкой с золотыми ницами. Это национальный головной убор крымско-татарский, женский. Называется фес. Здесь в орнаменте использовано женский знак роза и девичий баден. Обязательно должно было быть оформлено донышко. Это оберег. Когда-то были ювелирные украшения, тепелик назывались, очень красивые. Сейчас это вышивка. Лапти, прялка, глиняные горшки, кружевные салфетки, самовар. В уголке русской культуры знакомят с бытом наших предков. На фестивале можно увидеть, как выглядела настоящая русская изба. Здесь она представлена в миниатюре. Традиционно в центре жилища – печь. Также в доме обязательно был сундук. В нем хранились вещи. Как таковых шкафов раньше не было. В старину зерно хранили в коробах из травы. Такой материал дольше сохранял свежесть продуктов и защищал от насекомых. На интерактивной выставке знакомят со старинными русскими бытовыми приборами – предшественниками современных. Это самый, что ни на есть, первый утюг. Наши предки, когда брали льняную ткань, вот у нас здесь льняная ткань представлена, наматывали ее на такую болванку, полусырую, влажную еще, клали на стол и начинали гладить. Вот таким образом, ударяя, как бы рубя ткань. Позже уже появились угольные утюги. Такие приборы были достаточно тяжелыми. Их вес – более пяти килограммов. Наши предки были крепкими и выносливыми людьми. Постирать одежду в реке, наколоть дрова, набрать воды из колодца – на выполнение домашних дел требовалось немало сил. У женщин на Руси всегда была красивая походка и осанка. Этому способствовал такой предмет, как коромысло. Если не идти ровно, то просто расплескаешь воду. Справившись со всеми домашними делами, можно и отдохнуть. Одна из русских забав – игра с куклами-стрягушками, которые могут танцевать. Такие куколки, которые делали из соломы или из травы сухой, ровненько подрезали. И если их нарядить, такие красивые наряды, а затем с ними играть, они танцуют, танцевать могут. Их поставить на поверхность на ровную, колотить рядом руками по столу, и они будут танцевать. Называется стягушка – танцующая кукла. Ярмарка изделий народного творчества, мастер-классы по кузнечному гончарному делу, ткачеству, росписи по дереву и керамике, изготовлению кукол. Фестиваль объединил под своими знаменами десятки мастеров. Здесь знакомят с украинской, белорусской, русской, крымско-татарской культурами. В рамках фестиваля пройдут выступления фольклорных коллективов и оркестров народных инструментов регионов России. Форум продлится до вечера 12 июня. Хелена Корнухова, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, 234-й годовщине основания города, продолжаются. 11 июня севастопольские спортсмены поздравят белокаменный марафонским заплывом Адмиральская лагуна, пляж Хрустальный. На площади Нахимова откроется выставка автомобилей и мотоциклов. Также пройдут соревнования по автозвуку и тюнингу. В 17 часов на главной сцене города выступит оркестр русских народных инструментов «Жемчужина России». Утром 12 июня на площади Нахимова возле мемориала героической обороны Севастополя пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню России. Здесь же будут вручены паспорта молодым гражданам страны. На Приморском бульваре откроется традиционная выставка цветов. В этот же день пройдет Международный фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии России на Страже мира 2017. Гала-концерт участников фестиваля с 19 часов на площади Нахимова. В 22 часа фейерверк. 14-й собственный день города. Для нас это рабочий день, но при этом это день знаковый, день праздничный. В этот день мы открываем доску почета города Севастополя. В этот же день пройдет награждение победителей номинации конкурса «Самый дружный двор». Вечером 14-го на площади Нахимова в 19 часов начинается концертная программа «Эстафета мира». Уже завтра в Севастополе состоится грандиозное событие – четвертый большой благотворительный офицерский бал. Как и в предыдущие годы, масштабное действие развернется на площади Михайловской береговой батареи. Планируется участие 230 офицерских и гражданских пар. Четвертый большой севастопольский благотворительный офицерский бал наш телеканал будет транслировать в прямом эфире. Для зрителей это уникальная возможность окунуться в атмосферу праздника и наблюдать за происходящим здесь и сейчас. Начало трансляции в 20 часов 25 минут. В Севастополе с гастролями Московский областной государственный театр «Кукол». В нашем городе артисты не впервые, но в этот раз подготовили расширенную программу. Спектакли пройдут на сцене Севастопольского театра юного зрителя. Чем будут удивлять и что покажут, узнавала наша съемочная группа. В Севастополь Московский областной кукольный театр приезжает в третий раз. Труппа почти в полном составе – 15 человек. Все декорации прибыли вместе с артистами. Обычно представляли в период гастроли только один спектакль. В этот раз их будет четыре. Спектакль музыкальный, красочный. Используются разные системы кукол. И планшетная кукла, и теневая кукла используется. И живой план актеров будет на сцене. Такой спектакль требует сложных декораций, поэтому монтаж оборудования занимает почти весь день. Больше тонны декораций, почти 19 кубометров различных декораций. И сейчас мы выставляем спектакль «Царевна лягушка». Буквально последнее приготовление. И где-то в течение трех часов уже все будет готово. И скоро детишка увидит замечательный спектакль. В театре, где главный зритель – ребенок, актеры вовсе не дети. Но на роль всегда настраиваются долго. Объясняют, играя для малышей, есть множество нюансов. Дети – это такой зритель, которого не обманешь. Никаким образом. И если на сцене будет фальш, он это моментально почувствует, ему будет неинтересно. Вопреки всем мнениям, что с ребенком надо сюсюкаться и что-то изображать из себя, чтобы привлечь его внимание, это неправда. Это с точностью да наоборот. Но вживаясь в роль, слишком серьезно подходить к ней тоже нельзя, говорят артисты. Приходится дурить, приходится самой как-то, не знаю, превращаться порой в ребенка. Как-то нужно это чувствовать. То есть это все и на уровне интуиции идет. Должно быть чувство юмора у человека, чтобы это делать хорошо. Ну, получается по-разному. То есть, как бы, раз на раз не приходится, театр – это живое искусство. Увидеть спектакли можно на сцене Севастопольского театра юного зрителя. Представление будет проходить с 10 по 18 июня. Перерыв сделают только в День России, 12 числа. Юлия Баускова, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. И к новостям спорта. В городе завершился всероссийский турнир по боксу памяти героев Севастополя. Победители определены в девяти весовых категориях у мужчин и четырех у женщин. Соревнования проходили по олимпийской системе. Итоги турнира в репортаже Владимира Мелянского. Финишировал традиционный турнир по боксу памяти героев Севастополя. И в финал вышли семь мастеров кожаной перчатки, представляющие Севастопольскую школу номер 4 Олимпийского резерва. И все бойцы одержали победы. Золото у Елены Гапешиной и Екатерины Давиденко. Победы для любого спортсмена, она значит много. Я к ней шла долго. Но я готовилась где-то около месяца. Но она значит вдвойне для меня больше, потому что уже два года я проигрывала в финале. Здесь же в Севастополе. И наконец-то у меня получилось взять золото. И я, конечно, этому очень рада. Дождь нес, коррективы и финалы для мужчин проходили в зале морской и физической подготовки ЦСКА. Но напряжение в боях было еще сильнее. Самый сложный был тренировочный процесс. Мы две тренировки по два с половиной часа занимались в день. Я после травм восстанавливался. Мне было очень тяжело. Соревнования дались мне легче, чем тренировки. Также одержали победы мастера спорта Валентин Пьянков в легком весе, Руслан Зубачук в весе до 64 килограммов, Максим Конышев в весе до 69 килограммов, Глеб Бокши и тяжеловес Сергей Смолин. Оценку проведения турнира дали представители Федерации бокса России, арбитры АИБА, судьи международной категории. Данный турнир является турниром класса А, который входит в списки российских турниров. И дает право присвоения мастера спорта при определенных условиях, где есть на данном турнире тоже выполнение в 64 килограмма и плюс 91 килограмм. Президент Федерации бокса Севастополя Алексей Трожев и заслуженный тренер Украины Валентин Соболевский, почетные гости, среди которых вице-чемпион Олимпийских игр, обладатель серебряной медали, заслуженный мастер спорта Сергей Доценко, вручили призы лучшему боксеру турнира Максиму Конышеву, самому техничному спортсмену Глебу Бокши, Василию Терели, нашему гостю из Краснодара, приз за волю к победе и Эльдару Белалову, арбитру международной категории, мастеру спорта из Дагестана, как лучшему судье. Владимир Мирянский, Алевтина Игнатьева, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Поделиться с нами мнениями, рассказать о событиях можно по телефону 545112. Все новости на нашем сайте xtv.ru. На этом все. В студии работала Наталья Двойцина. Благодарю за внимание и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА